Итак, звездочки, важный момент. Если равновесие в композиции так важно, как же его добиться? Как сделать так, чтобы наши цветы, букеты и в целом рисунок выглядел гармонично и грамотно, а не просто набором случайных элементов? Прежде всего, ограничиваем пространство, в котором мы будем работать. Спойлер, это не всегда лист. Так что берем карандаш и обводим себе то пространство, в котором будем располагать наш цветок или композицию в целом. У любого пространства есть ось симметрии, она же в нашем случае сила притяжения, по ней мы проверяем балансировку всей композиции. И горизонтальные линии, помогающие выровнять элементы по отношению друг к другу. Да, чистая математика. Вот от них мы и будем отталкиваться. Итак, самый простой вариант это симметричная композиция, когда справа и слева у нас все одинаково. Цветок рисуем по центру, зато он точно будет равновесным. Можно большой, красивый, ровненький стебелечек, листочек справа, листочек слева, добавим еще по одному и готово. Никакого отклонения, все стоит, ничего не падает, но самый простой путь не всегда самый лучший. Наш глаз безупречно определяет разницу в симметрии. То есть, если у нас один листочек будет чуть больше, цветок будет чуть-чуть больше с одной стороны, или чуть-чуть неточность по центру серединка, глаз это моментально увидит, моментально доложит мозгу, а мозг сделает вывод, который нам с вами не понравится. Он скажет нам некрасиво. И, в общем-то, будет прав, потому что самый простой путь не всегда самый лучший. Давайте попробуем что-то другое. Снова берем, ограничиваем себе лист. Только теперь, а да, ось симметрии обязательно, пока она вам нужна. А теперь мы с вами нарисуем здесь S-образный стебелек. Это самая беспроигрышная форма для поддержания равновесия. Итак, стебелек, определяем место цветка, он у меня будет крупным латом. А теперь, внимание, нам нужно распределить элементы по разные стороны этой оси, так, чтобы их было одинаковое количество. Ну, примерно одинаковое количество, больше, меньше, это уже детали. В одну сторону и в другую. У нас стебелек заваливается вправо. Поэтому мы рисуем один большой крупный лист с одной стороны и добавляем два поменьше на другой. Видите, равновесие начинает восстанавливаться. Так, мне еще не хватает вот здесь маленького листочка. И чтобы закрыть пустые пространства, я добавляю декоративных элементов. В моем случае это оси к ягодке. Центр, лепесточки. Вот, вполне достойная равновесная композиция, и она не симметричная. Теперь усложняем задачу. Снова определяем пространство, где мы будем работать. На этот раз я не буду рисовать ось, а сразу нарисую стебелек. Снова S-образный. Но обратите внимание, если мы мысленно проверим, он стоит очень вертикальный. Он уравновешивает сам себя. У нас сила притяжения идет вниз. И два цветка. Но, чтобы было интереснее, возьму не так, как обычно. Сверху покрупнее, снизу помечу. Ну, потому что я могу. Итак, начинаем дорабатывать. Точнее, уравновешивать все это безобразие. А раз у нас сверху тяжелое, листья внизу должны быть покрупнее. Дырку между цветами тоже хорошо бы закрыть, но уже листья не поменьше. С этой стороны добавляем, чтобы у нас ничего не заваливалось. А тут поаккуратнее. У нас и так цветок перевешивают. И все, серединка готова. Проверяем. Делим наше пространство вертикально. Теперь горизонтали. И в каждом кусочке у нас одинаково. Снова отделяем себе фрагмент. И теперь будем ошибаться. Здесь у нас нарисовано правильно. А теперь я завалю стебелек направо. Нарисую большой тяжелый цветок. Вот тут, внизу. И оставлю большое пространство сверху. Все неправильно. Ничего не равновесно. Выглядит очень некрасиво. И мы будем сейчас это с вами исправлять. Как? Ну, разумеется, не выбрасывая, а добавляя. Выбрасывать работы это не самая хорошая идея. Учимся работать с ошибками. Руки все-таки нельзя. Итак, что мы можем сделать? Во-первых, мы добавим сюда веточек. Такой тяжелый цветок должен на чем-то держаться. Одну большую. И сразу распределяем крупные листья, чтобы занять углы. Так как самая тяжелая у нас внизу композиция, верх должен быть большим. Добавляем мелочевки. Тоже, чтобы у нас ничего никуда не сломалось. Так, вроде неплохо. Смотрим. У нас справа внизу пустой угол. С ним мы тоже чуть позже поработаем. Вот, например, еще одной веткой. Так, и ягодки. Потому что листья у нас уже были. Так, что мы можем добавить? Да, в принципе, что угодно. Дополнительные цветы, какие-то линии, лепестки, животные, растения. Все, что угодно, даже людей. Все, что угодно, только бы композиция выровнялась. Я понимаю, что одного стебелька мне маловато. Добавляю еще один. У меня тут пустое место. Я могу заполнить его цветком, но нарисую бабочку. О, уже композиция начинает быть похожей на себя. Добавлю ягодок с другой стороны цветка. И теперь вместо ошибок у нас получается самая интересная композиция из всех. Ошибаться полезно. Ну что ж, теперь порисуем всерьез. Я предлагаю вам посмотреть спинт-пейт, в котором я буду рисовать асимметричный цветок. Ничего не буду комментировать. Попробуйте сами проанализировать и понять, почему и где я добавляю, какие элементы, и что можно добавить еще, чтобы сделать композицию интереснее. Или наоборот убрать. Приятного просмотра. Искренне ваша Ольга Гера. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...